Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Когда уладим все дела, Гума будет сама их готовить. Но Гума, ты и так уже делаешь слишком много. Если я не буду этим заниматься, то кто тогда? А ты можешь научить меня готовить эти блюда? Я могла бы ими заниматься. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Совсем нет, просто он, скорее, личный консультант ума. О! А, повторяется. Ладно, отправляемся за Грэмом Воном. Здравствуйте, вы должно быть господин Грэм Вон. Да. А ты должно быть Санни. Простите за опоздание, господин Вон. О, я ждал совсем недолго. И ты можешь звать меня дядя Вон. Да? Эээ, ну, твоя гума так много мне о тебе рассказывала, что мне кажется, будто мы уже давно знаем друг друга. Хорошо, дядя Вон. Значит, вы помогаете с документами ресторана? Да? А, ну да, конечно, да. Дядя Вон. Да. С делами ресторана все в порядке? Что? Что-то странное, какие-то обстоятельства, ребята. Кто он такой? По-моему, он вообще ничего не знает о делах ресторана. У меня такое чувство, будто гума хочет что-то мне рассказать, но почему-то молчит. Рассказать о чем? Не знаю. Должно быть о ресторанах, о ресторане или бумагах, о делах, с которыми вы нам помогаете. Я? О, все в полном порядке, поверь мне. Хм, хорошо. Давайте поедем в ресторан. Отлично. Спасибо. Итак, дядя Вон, а как вы познакомились с гума? Мне рекомендовали ваш ресторан. Я познакомился с гума, когда отправился туда, чтобы попробовать знаменитого жареного цыпленка Туна. Да? Так вы были знакомы и с моим отцом? Вообще-то нет. Но гума сказала, что вы ее консультант. Ха-ха. Консультант? Думаю, меня можно назвать и так. Хм. Так, это то же самое будет. Гума сегодня какая-то странная. Странная? Ну да, словно она мне что-то недоговаривает насчет ресторана. Понятно. Кажется, и вы тоже. Да? Нет-нет-нет, с рестораном все в порядке, правда? Да, в полном. Хм, хорошо. Ну что ж, тогда поедем в ресторан. Странно, что-то очень странное. Мы на месте. Спасибо, что подвезла. Не за что. Давайте поедем в ресторан. Так скоро? Что? Гума ждет вас там. Конечно. Или в квартиру мы можем отправиться, или в ресторан. А зачем нам в квартиру с ним подыматься? Прошу, подожди немного, Санни. Возможно, это не самое подходящее время. Дядя Вон, в чем дело? Не в чем. Но мы должны зайти внутрь, Гума ждет. Я знаю, просто... Да. Твоя Гума очень скрытная женщина. Да, я это теперь понимаю. Мы оба стареем, и я не хочу больше ждать. О чем вы? Я уже слишком много тебе рассказал. Если вы не расскажете, я не смогу вам помочь. Просто, ну, как бы это сказать... Мы с Гума встречаемся уже три года. И моложе при этом мы не становимся. Но Гума ничего мне не рассказывала. В этом все и дело. Я не знаю, что она чувствует. Ну, я подозревал, что что-то такое может быть. Заходите внутрь. Гума хотела с вами поговорить. Да, верно. Правда? Мне просто нужно привести себя в порядок. Спасибо тебе, Санни. Гума хочет, чтобы вы были здесь. Это ведь прекрасно, согласитесь. Пожалуй, ты права. И она тоже выглядела взволнованной. Теперь, когда я узнала о ваших отношениях, все встало на свои места. Ей должно быть не терпится вас увидеть. Это очень хорошо. Ты права. Я веду себя глупо. Ну что, заходим? Да. Нет. Мы ведь только что говорили о том, что я не терпится вас увидеть. Давайте не будем заставлять ее ждать. Просто я очень волнуюсь. Из-за чего вы волнуетесь? Будет здорово, если вы с ней все наверстаете. Я боюсь, что Грейс мне откажет. Нет. Фу. Я вообще-то хочу сделать ей предложение. Вот даже как. Ну, попробуем им помочь. Не волнуйтесь, дядя Вон. Я думаю, вы прекрасно знаете, что вам нужно сделать. Просто сделайте глубокий вдох. Как только вы увидите Гума, вы сразу обрадуетесь. Спасибо тебе, Санни. Ты права. Идем к Гума, пока она не начала беспокоиться. Санни, я не готов. Мне нужно еще немного времени. Хм. Возможно, сначала мне стоит отвезти вас в квартиру Гума. Там вы сможете прийти в себя. Было бы замечательно. Спасибо. Пока вы будете отдыхать, я смогу сходить в Гума. Только что ты ей скажешь? Только не говори, что я хочу позвать ее замуж. Хорошо, обещаю. Придумаю что-нибудь еще. Хотя, может, стоит попробовать и посмотреть на ее реакцию. Что? А, ладно. Попробую. Мне нужно выпить. Мне нужно умыться. Давайте. Если ничего не найдете, скажите мне. Я в норме. Идем к Грейс. Я не хочу, чтобы она волновалась. Хорошо, но я не могу оставить вас в таком состоянии. В таком состоянии? Вы очень нервничаете. Да-да, но я уже успокаиваюсь. Здесь мне легче. Вас беспокоит что-то еще, дядя Вон? Возможно, мои действия были слишком поспешными. Если Грейс мне откажет, у меня совсем ничего не останется. Даже если Гума понадобится время, чтобы обдумать ваши предложения, вы можете поселиться поблизости и навещать нас. Хм... Ты права. Возможно, это даже смягчит ситуацию. Сначала я хочу поговорить с Гума. Возможно, мне стоит подготовить ее к этому разговору. Только не говори ей, что я собираюсь сделать предложение. Я знаю, не волнуйтесь. Спасибо, чтобы была со мной Санни. Вам лучше? Я могу пойти в ресторан? Да. Хорошо. Я дам вам немного побыть одному. Займу пока Гума чем-нибудь ненадолго. Отлично. Только не говори ей. Хорошо, обещаю. Санни, это ты? Гума в боковой комнате. Почему ты так долго? Мне пришлось заваривать чай по второму разу. Прекрасно выглядишь, Гума. Я выгляжу так же, как и всегда. А где Грэм? А, он... Ему нужно было немного освежиться. На улице очень жарко. Хм... И куда он пошел освежиться? Ну, я... Я отправила его в твою квартиру. Что? А меня почему сначала не спросила? Прости, Гума. Просто дядя Вон чувствовал себя... Некомфортно. Он вспотел. Да, сильно вспотел. А наверху есть ванная. Там привести себя в порядок гораздо проще. Дядя Вон? Он такой приятный человек. Тебе очень повезло, что у тебя такой консультант. Гума, а как ты познакомилась с дядей Воном? Ты сегодня слишком назойлива. Почему он так долго? Ты красилась, Гума? Не говорите глупостей. Зачем мне это? Ты правда прекрасно выглядишь, Гума. Фуф. Зачем мне это? Что он юрист? И попросила его помочь. А, понятно. Что тут понимать? Кажется, дядя Вон тебя очень хорошо знает. Что он тебе сказал? Да ничего. Когда он говорит о тебе, то всегда улыбается. Хм. Ну же, Гума, прошу, расскажи мне о Грэме Вонге поподробнее. Фуф. Ну, мы с ним встречаемся. Вообще-то, когда Грэм начал постоянно ходить к нам в ресторан, я решила, что у него дом где-то поблизости. Я и подумать не могла, что он живет в Гонконге и специально приезжает сюда. Он очень милый. Хм. Еще он очень любит димсун. Готов есть их, не переставая. Официанты даже прозвали его из-за этого Пельмешком. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 Это было бы очень здорово. Грэм хороший человек. Хе-хе. Хе-хе. Кажется, Грэм для тебя очень многое значит, Гума. Ты его любишь? Хе-хе. Не говорите глупостей. Мы ведь не подростки. Хе-хе. Но ведь с ним ты счастлива, верно? Хе-хе. Хе-хе. Почему вам тогда не проводить больше времени вместе? Хе-хе. Сейчас очень много разных дел. Я должна работать. Знаю, Гума. Ты так стараешься из-за меня и ресторана. Ты очень многое для меня значишь. Я люблю тебя, Гума. Ммм. Но я думаю, что ты тоже любишь дядю Вона. Хватит глупостей. Гума, ты встречалась с кем-нибудь, когда была помоложе? Все эти мужчины напрасная трата времени. Чем ты занималась после школы? Работала. Помогала Гун Гуну вести дела в ресторане. Нам не хватало денег, но благодаря упорному труду мы пережили этот период. Папа говорил мне, что ты училась во французской кулинарной школе. Это было уже после. Я давно откладывала деньги на учебу, но ждала, пока твой папа повзрослеет и сможет помогать Гун Гуну. А в то время ты с кем-нибудь встречалась? Я училась, и у меня не было лишнего времени. Тогда, думаю, тебе очень повезло встретить дядю Вона. Почему? Мы оба уже не молоды. Вряд ли у нас есть будущее. Но разве тебе не хочется выйти замуж? Уф, пусть молодые об этом мечтают. В нашем ресторане очень часто справляют свадьбы. Было бы очень здорово отпраздновать тут и твою. С сотнями гостей? Фух. Она не обязательно должна быть такой большой. Просто небольшое семейное торжество. На свадьбах всегда очень весело. Наденешь простой квакун. Тебе он очень пойдет. Да, свадебное платье, что сейчас шьют на Западе, слишком пышное и неуклюжее. Не знаю, почему молодежь вроде тебя так за ними гоняется. Я уже представляю тебя и дядю Вона. Уф, хватит уже этих глупых разговоров. Почему Грэм так долго копается? Пойду его искать. Я сама, Гума. Может он задремал? У него был очень усталый вид. Задремал? Как некрасиво. Я сказала, что приду за ним, так что он, наверное, просто ждет меня там. Почему же ты сразу не сказала? Идем вместе. Все нормально, Гума. Побудь здесь, отдохни. Я сама его приведу. Ну что ж, отправляемся за ним. Грейс в порядке? Конечно. Хоть она и в этом не признается, но я уверена, что она вас тоже любит. Как ты это поняла? Она смущается каждый раз, когда говорит о вас. Гума никогда не смущается. Это так трогательно. Гума всегда на первом месте ставила свою работу и ресторан. Да, я ее очень за это уважаю. Вряд ли до этого у нее было время подумать о себе. Ты права. Думаю, оно настало. Я готов. Сейчас я сделаю ей предложение. Идем. Это ожидание было слишком долгим. Ну, отлично. Надеюсь, все получится. Грейс. Грэм. Пойду готовить ужин. Вообще-то, Санни, может, ты останешься? Гума. Я тоже хочу, чтобы ты осталась. Я очень нервничал из-за этой поездки, Грейс. Почему? Я ведь все тебе рассказала о Санне. Но не рассказала ей обо мне. О. Я продал свою квартиру и теперь официально на пенсии. Теперь все, что мне нужно, находится только здесь. Грейс. Здесь? Да. Гуанчжоу. Но... А как же... Пусть я тебя вон договорит, Гума. Мы уже слишком стары, чтобы играть во все эти игры. Что ты хотел этим сказать, Грэм? Грейс. Я пытаюсь сделать тебе предложение. Фуф. Ну так и сделай. Ты выйдешь за меня. Гума. Дядя Вон. Постой, что? Неужели на этом все закончится? Скорее бы обновление. Мне не терпится узнать, что было дальше. Игра еще не доделана, ребята. И на этом моменте пока что она обрывается. Ну что ж... Мне очень нравится играть. Реально, вот несмотря на то, что многого в игре пока что еще не хватает, мне очень нравится. И я надеюсь, что поскорее уже наконец-то игру доделают и мы сможем продолжить игру. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу этой игры, ваше мнение. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в новых замечательных прохождениях. Пока-пока.